Встреча с Инфосекьюрити Раша Я к этому отношусь очень неоднозначно Практически отовсюду, где был, я максимально удалился и вышел Для того, чтобы моя жизнь была более естественной, более спокойной И я оставил только самые необходимые Те информационные поля, где действительно нужна мгновенная скорость для общения и передачи информации Прежде у меня было два, а то и три мобильных телефона Сейчас я все-таки оставил его в качестве одного Потому что следить за сохранностью и безопасностью трех телефонов гораздо сложнее Все-таки не всегда сегодня можем говорить о стопроцентной безопасности И все-таки прецеденты с тем, что эта информация взламывается, уходит Я с этим сталкивался. Несколько лет назад у меня была взломана электронная почта Я даже этого не знал. Ко мне в Большой театр, в мой кабинет приехали представители охранительных органов Они приехали из Челябинска и сказали, что Сергей, вы знаете, ваша почта взломана Кто-то из людей, у которых почта была взломана, срочно забил тревогу И я так понимаю, что были подняты для этого все службы И был обнаружен хакер, который взламывал за какие-то определенные, так сказать, материальные вознаграждения В данном случае вот мою электронную почту он скрыл по заказу за 6 тысяч рублей В Челябинске был найден такой хакер, у которого среди других заказов была обнаружена моя почта Самое интересное, что я это отрицал, я говорил, что нет, как бы это невозможно Да, я пользуюсь, я не могу сказать, что это произошло Но мне тут же показали фрагмент, достаточно большое количество писем Вот, и тогда, конечно, ты сразу в это веришь Хакер действительно подтвердил, что он взламывал эту почту Для него это закончилось печально, но это закончилось, я так понимаю, печально и для тех людей, у которых почта была взломана Потому что в моем случае где-то через полгода был взломан также и Фейсбук И в Фейсбуке была выброшена эта информация, она уже была обработана Получилось так, что я в своей переписке пишу о тех коллегах, с которыми работаю, ну, совершенно не так, как есть на самом деле Конечно, это всем было понятно, и я сразу стал получать обратные письма Что, ну, как же, Сергей Юрьевич, это невозможно И это вообще не тот даже, ну, какой-то стиль общения и письма, который схож с моим Повлияло на дальнейшее, может быть, поведение, может быть, вы перестали чем-то пользоваться С Фейсбука я вышел, и я перестал пользоваться этой сетью Но обидно, потому что тебе нечего скрывать Это искреннее общение, порой оно может быть более эмоциональным Но оно, как тебе кажется, оно должно быть честным Как вы считаете, в культуре, в театральных постановках, в балете Находит ли информационные технологии, информационная безопасность, какое-то отражение? Инжесеры и постановщики не создают спектаклей, которые просто рассказывают О каких-то там кибератаках, о людях, которые с мобильными телефонами О какой-то вот сегодняшней жизни в сети нет Но я уверен, что более 50% современных постановок именно об этом Потому что рассказывая и показывая сегодняшнее время Особенно, когда это речь идет о современном танце, о современной хореографии Когда это идет спектакль, рассказанный каким-то модерновым современным языком Даже, может быть, это и драматическая постановка Она все равно рассказывает сегодня именно о одиночестве человека О том, что человек сегодня одинок в том пространстве, в котором он находится И в рамках фестиваля, вот в Большом театре мы ставили спектакль Назывался он Dream of Dream, это был одноактный балет И это как раз была история современной молодой девушки Которая живет среди таких же молодых людей Но она в этом мире одинока, потому что каждый из них все равно живет в своей какой-то вот маленькой изоляции И она не находит внимания, она не находит тепла Я уверен, что это есть в музыке сегодня, это есть в живописи То есть каждый художник сегодня где-то внутри, в своем подтексте говорит именно об этом Что же, Сергей Юрьевич, большое спасибо, что пришли Было очень приятно познакомиться и пообщаться А мы заканчиваем этот выпуск Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания Редактор субтитров А.Семкин